Вот это пресс! Разве это пресс? Вот это пресс! Здорово всем, господа, родные! Всем полуночникам, кто до сих пор не спит, не спит, как вы, где вы, что вы. Решил немного зайти ненадолго, посмотреть, почитать ваши комменты, может быть, поотвечать на ваши какие-то вопросики. Ну и так в целом, просто поболтать. Привет, здорово! Сява Салют, Смит, не спал, что нового? Чё нового, ребят? Из нового, в принципе, достаточно много всего. Продолжаю записывать новые синглы, новые треки от проекта Сява и от проекта Сови. Сейчас вот, кстати, подписали мы один трек, наконец-то, за долгое время. Очень сложно, на самом деле, что касается электронной музыки, попасть на тот или иной лейбл там на Западе. Почему? Потому что там очень большая конкуренция. И нужно всегда чем-то удивлять, звуком, какими-то новыми идеями. И материала пишется очень много. Но проходит вот из материалов, я не знаю, там, из 10 треков проходит там один трек. Вот сейчас вот выходит в ноябре 11-го числа выходит у нас трек от проекта Сови. Если кто не знает, есть такой проект у меня, электронный. Можете ознакомиться, несколько треков есть в интернете и в ютюбе. Заходите, смотрите. В каких городах в ближайшее время тебя ждать? Как только появляются какие-то города, ребят, я сразу записываю видео приглашение, выкладываю себя в ленте. Поэтому смотрите чаще мою ленту. Видео приглашение всегда делаю, без исключения. Поэтому следите. Сява, когда выйдет новый клип? Новый клип выйдет, я думаю, что в начале октября. Немного осталось. Пока смотрим, любуемся, наслаждаемся. Бэсам и муча. Вот. Я тут зашел в ютюб, посмотрел, решил почитать комментарии. И был приятно удивлен тем, что просто 99,9% комментариев очень положительные. И меня это очень радует, что в таком, в новом немного звучании сява заходит. Я буду продолжать экспериментировать именно в плане звука, да. Потому что потенциал на самом деле большой. И я слушаю именно больше всякой электроники, чем хип-хопа. И совмещаю как раз с какой-то новой школой. Да, с новым звучанием. Примешиваю электронику. И в бэсам и муча это очень заметно. Мы наруливаем, стараемся наруливать звук какой-то необычный. Необычный. Сява, салам, респект тебе. Так что вот, по новому клипу в октябре. Слушайте, смотрите. Эй, друг, будет. Сява, клип мощный. Спасибо. Слышно, бери, Лехи. Привет из Одессы. Одесса, здорово. Сколько тебе лет? Мне 34. Ждем в Харькове. Тебе въезд в Украину не запретили? Пока нет. Пока нет. Я не особо как бы свечусь. Вот. Поэтому пока я не на поле обозрения, да, они, видимо, пока мне не запрещают туда въезжать. Но все равно трудности и сложности есть. На самом деле я очень люблю Одессу и скучаю по этому городу и очень хочу туда приехать. При первой же возможности обязательно. Ждем в Питере. При Питеру уже салам. Привет из Череповца. Привет. Славно, так, многосторонне развит. Очень интересно и приятно. Спасибо большое. Очень приятно. Привет из Кирова. Так. Ты в Сочи живешь? Нет, Сочи не живу. В Сочи так же просто иногда бывает приезжаю. Да, я на самом деле вижу, ребят, что вы пишете очень много вопросов по поводу Алексея. Я бы не хотел на самом деле высказываться на этот счет, потому что я просто поддержал его видосиком и все, и проехали. Не хочется хайпиться за счет чужих каких-то историй. Но нашел идею, как можно было прикольно просто сделать видосик, поэтому, собственно, я это и сделал. Сейчас я попробую расставить как-нибудь удобно телефончик, чтобы он еще подзаряжался одновременно. Вот как-то так. В Сан-Франциско может. Может и в Сан-Франциско. Приезжай в Днепр. Поздоровайся, блядь. Привет. Своё мнение скажи по этой теме. Ну, какое моё мнение, ребят? Что я могу сказать? Как мне кажется, просто Лёху довели. Он, видимо, долго терпел, накипело, и вот оно, собственно, как бы взорвалось. Все, конечно же, сразу примкнули к экранам, стали смотреть прямые эфиры его, потому что все там очень искрится энергией, живой, искренней, злостью на все это дело. Подлили масло в огонь, и человека разорвало, собственно. Ещё, конечно, там есть масса всяких разных проблем, я так понимаю, у Алексея. Но я не хочу в это лезть, собственно, как бы я, как зритель, буду так же просто наблюдать и смотреть за развитием событий. Что касается Версуса, там у них с Птахой, я с удовольствием тоже посмотрю, почему и нет. Сява, где снимал клип до самой мочи? Снимали мы его в Перми. Снимали в Перми с моим знакомым. Сюда смотри, братан, включи Сяло, в Челябинск приедешь, обязательно приеду в Челябинск и в любой другой город. Как только кто-нибудь из организаторов свяжется с моим менеджером, с Сергеем, и обсудят все моменты, я с удовольствием приеду в любой ваш город и разорву его в клочья. Я это делать умею. Я в этом деле не первый день, поэтому это всегда весело. Сява, это всегда жаришечка. Сява, давай во Владивосток приезжай. Оренбург ждем. Игнор, хуже пидораса. Господа мои, я попрошу вас не выражаться, да? Я, конечно, стараюсь вообще, как бы, не сообщение, меня очень достаточно сложно обидеть. Я просто, как бы, вам скажу, что я не всегда успеваю видеть все и читать все сообщения. И если я вижу какой-то интересный вопрос, я достаточно подолгу на него отвечаю, и поэтому пропускаю сообщение. Блин, напиши правильно, как называется эта песня. Да самый мучен. Посмотри, у меня в ленте есть видос, и там есть правильное написание этого трека. Гоуф Киров Сява. Привет. Привет, по-братски. Часто в Питере выступаешь? Ну, не так часто, но бывает и выступаю. Сави есть в сети трек Самбади. Вот, кстати, по поводу трека Самбади. Как раз этот трек выходит у нас 11 ноября. Поэтому до этого момента его не будет. Возможно, мы снимем клипачок. Сейчас у меня есть одна идея классная для клипа этого трека. Поэтому, возможно, даже еще клип снимем. Сява, как думаешь, кто победит на Версусе, если он состоится? Я не собираюсь гадать ничего. Просто доживем, поживем, увидим. Есть такая поговорка. Не говори наперед, к чему Бог приведет. Посмотрим, ребят. Посмотрим. Я точно такой же зритель, как и вы. Ауе, братан. Привет из Орленка. Привет. Творческих успехов тебе. Спасибо. Передай привет Тули. Тули, большой привет. По-братски Днепр ждет. Давай к нам. Фартук в рэпе Сява. Е. Привет, Ванюша. Привет из Ростова-на-Дону. В Канаду нет планов. С удовольствием бы съездил в Канаду, если бы кто-то пригласил и дал бы концертам с удовольствием. Так пока в планах нет. Сява, ты супер. Спасибо. Когда в Питер? Вот не знаю, когда в Питер, ребят. Так же, как и в любой другой город. Я уже объяснил, что просто так в города я не езжу. Я езжу либо с выступлениями, либо с выступлениями. И все. Сява, здорово, из Перми. Ты в городе? Нет, я сейчас в Москве. Начал с газа мутить. Ребят, для тех, кто не знает. Я давным-давно общаюсь и сотрудничаю, и мы друг другу в каких-то моментах помогаем и дружим уже очень давно. У меня здесь куча друзей, и я очень благодарен тому, что они меня поддерживают. И, собственно, у меня есть студия на Газгольдере, и я всегда чем могу, помогаю ребятам. Поэтому я не являюсь официальным артистом Газгольдера, но мы очень хорошие друзья, и периодически они меня поддерживают. Салют, как сам. С хачем снимись. Всему в свое время. Когда совхоз? Так, Сява, здорово. В Нибар на Думскую. Раза два там был же. Да, ну, в Нибаре я был, в Питере достаточно часто я там выступал. Сява, Сява знает, как делать круто. Братуха, салам тебе большой. В Симферополь не хочешь? Хочу. Доброй ночи, добрый. Как тебе трансляция? Ну, в Уфа. Да как, ребят? Как и вам. Я посмотрел. И все, собственно. Что тут можно сказать? Ребята бифятся, что они на своей волне. Чего, классно, наверное. Ничего не могу сказать конкретного. Ждем в Торонто. Ты супер, спасибо. Привет из Минска. Сява, где бываешь в Москве? У меня, на самом деле, в Москве достаточно такой день сурка. Студия, дом, студия, дом, дом, студия. Гастроли, гастроли, студия, дом, гастроли. Вот, собственно, мой весь распорядок жизни моей. Привет из Щелкова. Удачи тебе во всем. Так, вы мне нравитесь как личность. Спасибо. Привет из Киева. Киеву привет. Ты считаешь нормальным посылать всех нахуй, как это делал Гуф? Слушай, ну, он посылал тех, кто посылал его, собственно, да. Он отвечает, как бы, а что? А правильно, как бы, просто сидеть и, собственно, как бы, молчать, отмалчиваться? Ну, захотелось человеку. Он имеет на это право. У нас, слава Богу, пока еще есть свобода слова, да. Ну, захотелось ему так выразить. Как это отразится, хорошо или плохо на нем, на его карьере, это уже дело второе. Так вот он захотел, понимаете. То есть, никто ему не имеет права, как бы, запрещать себя вести так или иначе. У нас есть право это либо принимать, как бы, его сторону, либо не принимать его сторону. У всех есть всегда выбор. Вы решаете. Прикольно замутил оперативно со звонком Гуфу. Топор или обе? За кого болел? Ответь уже. Я не буду отрицать. Я посмотрел этот батл, как, собственно, как бы и многие большие батлы, да. Ну, те, по крайней мере, которые более или менее значимы, да. Я не смотрю всякие разные проходные батлы. Вот. Но периодически чекаю Versus. Вот. Просто из интереса, как он развивается. Что касается топора и обе, мне они понравились оба местами. Что топор, да, выдавал очень интересные вещи, что обе тоже местами делал очень интересно и душевно. Вот, что мне понравилось обе, что у него есть моменты очень душевные, очень близкие мне. Так. Сева, это твой образ или этим связана твоя жизнь? Это образ, который связан с моей жизнью и с жизнью многих, на самом деле, ребят, простых пацанов, тех, кто в свое время и сейчас там, да, кого воспитывают улицы. Сейчас таких, на самом деле, не так много, как, например, в моем даже детстве. Сейчас все равно больше, нет, не то чтобы больше, как бы, такая жизнь тоже есть, как бы, но ее уже нет в ней романтики, скажем, такой, какая она была там в моем детстве. Вот, поэтому Сева, это однозначно мой образ жизни, моего возрастления, моего юношества. И все, что я высказываю, да, это уже, как бы, такой симбиоз вообще всех моих ощущений, всех моих воспоминаний и то, что я наблюдаю по сей день, да, он все время трансформируется, Сева. Но при этом остается самим собой вот тем уличным романтиком, хулиганом, собственно, Сева, это вообще, если кто не знает, это непридуманный никнейм, да, это так меня называли на моем районе, когда я, собственно, общался с ребятами, с хулиганами. Я не знаю, мы себя никогда гопниками не называли и не считали себя гопниками. Там просто все были такие, вот, собственно, как бы, мы все такие были, просто отбитые, можно сказать. Ходили, канитель, леса, там, район на район, там, и все эти дела. О, Сашка, привет! Сева, зачитай фристайл, please, фаны просят, смоки мо с нами. Сашка, привет! Тебе не кажется, ты немного изменил имидж в музыке? Конечно, в смысле, кажется, я это делаю намеренно, вот, если бы я оставался тем Сявой, которым я был в 2008 и 2009 году, уверен, что я бы просто, меня бы просто уже и не было, в принципе, вот. Я закончил вообще, как бы, Сявой в 2013 году. После этого я очень редко что-то там выпускал, и вот буквально полгода назад я решил, ну, так активно, грубо говоря, вернуть этот проект, потому что, как бы, и опыт поднакопился в плане написания музыки, и текстов, и подачи, и каких-то идей. Вот, Сявой никогда, я старался, под конец уже, когда, конечно, тогда я уже из него выжимал, как бы, остатки. Вот, а сейчас это уже какая-то новая история, она превращается уже в какую-то новую тему, и со звучанием, и с подачей, и тексты, и идеи. Вот, поэтому Сява трансформируется, и он снова мне нравится, лично мне, поэтому, поэтому он до сих пор, как бы, и есть. Саня, Смоки, легенда, 100%. Я очень горжусь тем, что я дружу, общаюсь, и у меня есть возможность общаться с Сашкой. Саня, респектулька. А правда, что твой баттл был наивен, кстати. Немного сполернул, ребят, вас ждет очень мощный альбом от Смоки Мо, по крайней мере, меня он разрывает к чертям, нахрен. По крайней мере, то, что я слышал, что он мне включал, это, блядь, ебейшая движуха, ребят. Сява, гэнгста. Мандаринки твой проект. Да, был такой проект, но сейчас его уже нету. Слава, как появился Сява? Блин, ну конкретно проект Сява появился в 2008 году, когда я работал на разных клубных площадках у себя в городе. У меня был мой друг. Деньги за рекламу альбома пришлю позже, что ты написал Саня. Саня, это от души, а это искренне. Так что не надо тут... В общем, в 2008 год мой друг открыл такой портал, Лови ТВ он назывался. Он был посвящен тому, что это был такой, грубо говоря, журнал афиши, где были новости всяких разных событий города Перми. Мы были с ним хорошие друзья, его зовут Алексей. Он мне дал камеру и сказал, вот, ходи по клубам, короче, снимай видосы. А я просто взял и снял Сяву. Вот, выложили у него на Лови ТВ и вот, собственно, как бы родился проект. В Чебоксарах был? Нет, в Чебоксарах не был. Так, славян, когда в Мурманск? Не знаю. Ответь Агуфу. Так, что ответил? Я уже все сказал. А когда был репортаж по НТВ? Реально журналист... Так, что Леща дал или постанова? Ребят, ну... Что касается НТВ, это был полностью срежиссированный мной сюжет. Приехал корреспондент Максим Иксанов, его звали, и до сих пор его зовут. Мы до сих пор хорошо с ним общаемся. Вы должны понимать, что Сяву это гротеск, это музыкальный театр, сатиры, собирательный образ, в котором присутствует очень много жизней. Какие-то были моменты не специальные, и их было достаточно много. Что касается НТВшного репортажа, это был конкретно сценарий, который придумали мы вместе, когда НТВ приехало в Пермь. Мы ждем тебя в Украине, привет, бодрячком. Все, что делает Сява, постановка, и на Версусе была постановка. Вот здесь я не соглашусь, ребят. Что было на Версусе? Я уже рассказывал и не раз, и расскажу еще раз, да? Естественно, Сергей Мезенцев, да, он же Лил Дик. Также он является артистом Газгольдера, и, конечно, мы с ним общаемся. Что касается проекта Лил Дик, он конкретно, мне не нравится этот проект. И я захотел именно с проектом, то есть вот есть Вячеслав Хохалкин, да, и есть Сергей Мезенцев. Вот, они общаются, они не друзья, они знакомы, они общаются. Вот, у Вячеслава Хохалкина есть Сява, у Сергея Мезенцева есть Лил Дик. И все, что происходило между ними, это не постановка. Мы просто как бы назначили вектор, да, наших взаимоотношений, написали текста друг против друга. Вот, и о драке не знал никто. И мы не хотели ее устраивать. Но получился так, что получился замес, и замес был массовый. Ребят, никто не ставил этот замес. Он просто получился вот, просто вот в моменте, понимаете? Мы сами не думали, что так произойдет. Но это была не постанова, это был просто закидон, который просто вот так вот получился. Когда альбом новый? Я не буду сейчас делать альбом, уже хватит, сколько можно, их уже там шесть альбомов. Вот, я сейчас буду работать с синглами, треками. То есть, есть идея какая-то, записал трек, выложил, снял клип, выложил. Вот, альбомы, это уже для меня это прошлый век. Кому-то нравится писать альбом, а мне вот не особо. У тебя есть что-то от самого персонажа Сява? Во мне все от персонажа Сява, ребят. Вы не понимаете, что как бы образ, да, он, понятно, что он уже дополняется, как бы, манеры поведения, манеры общения, да, какие-то все вещи. Вы думаете, ну да, во многом, как бы, такие ребята, как Сява, да, они себя так ведут, они так живут. Вот, я так жил, я так себя вел, и это все было во мне. Я просто пошел дальше, да, в каждом из нас, на самом деле, достаточно много личностей. Как есть такая фраза, да, жизнь это театр, и мы в ней актеры. Вот, надевая на себя костюм, и когда ты идешь в офис, все, ты играешь уже какую-то роль. И в тот или, ну, определенный момент ты становишься Сявой. Если тебе кто-то нахамит, если там кто-то себя поведет как-то неадекватно, неправильно, все, включается момент, и ты становишься просто Сявой, понимаете? Вот так же и у меня. Сява, это полностью, это я. Вот, просто я его дополняю какими-то моментами, какой-то там атрибутикой там и так далее. И все, я включаюсь в эту историю. Ладно, давай спать нахуй все. Вот, кто-то решил спать. Спокойной ночи. Опа, нихуя. Самый ровный человек. Сколько времени тратишь на ответы на комменты в инсте? Ну вот, не знаю, пока не заебет. Общаюсь, пока не надоест. Передай привет землякам Пермского края. Земля, так, пишу из Березняков, Березнякам привет. Трек про город Перм, пора записать. Есть такой трек из первого альбома. Называется он «Если ты олень». Послушай его, это есть такой трек уже. Может фристайлик? Я не фристайлер, ребят. Я очень, для меня написание текстов это отдельная история. Поэтому вот так вот сходу я не фристайлю. Крайне редко там, знаете, бывает под каким-нибудь шофе что-нибудь получается. Давновский из стороны виделся. Нет, мы переписываемся с ним постоянно, на связи. Скоро он приедет в Москву, обязательно увидимся. Привет Пермь, земляк. Передай привет Туле, пожалуйста. Тула, привет. Сява, что за гуфа думаешь? Я уже все сказал, ребят. Я сохраню этот эфир, потом посмотрите. За Амкар Балеш. Я вообще не футбольный фанат. Понятно, что я смотрю большие какие-то чемпионаты, какие-то большие матчи, вот. Но за клубы особо никакие не болеют. Я не дикий фанат футбола. Скажи, пожалуйста, голосом ся. Че я тебе рассказать голосом ся, вы старик? Сегодня мы без образа. Передай привет Владу. Влад, привет. Привет из Саратова. В Южевск не собираешься выступать? Пока нет. Да, Крым на связи. Сява бодрячком, что скажешь насчет? Да, все, успокойтесь, ребят. Славик, ты крут, бро. Концерт в Казани будет. Так, ставки сам ставишь на 1х бет. Ставил пару раз, проверил. Ну, обычная обвежуха, ребят. Это как бы дело тоже каждого. Если вы игроки, да, заядлые, если вам это нравится, ну, пожалуйста, делайте это. Если у вас есть голова на плечах, и вы знаете, что в каких-то моментах это какой-то скос лаве, в общем, решать вам, ребят. Вы взрослые люди, я надеюсь. Щука тут, Димон, здорово, мау, нига. Сява Топ из Ишкарлы. Как с тобой записаться? Как со мной записаться? Ну, я не записываю. Сява, займи 500 рублей. Артем, братишка, здорово, передаю тебе привет. Ребят, непосредственно Каха с нами. Старик, как ты там? Как в Сочи погодка? Салам, когда совместка с Гуфом? А, так вот, короче, насчет, как записаться со мной. Ребят, я не записываюсь вообще, в принципе. Не особо люблю совместные треки. И если они и появляются, то это происходит вот здесь и сейчас. Как бы кто-то со мной, там мои кенты, друзья. Если у нас есть какая-то идея, это происходит вот здесь и сейчас. Только так. В Сочи огонь, пишет нам Артем. Не за деньги, да? Не за какие-то там условия совместки я не пишу. Усявы хейт к Мотовилинхамскому району. Нет у меня никакого хейта. Нибар, Артем. Артем, караоте, салам, чистый. Каха, привет. Братский, тебе все передают привет сейчас здесь. В Рязань приедешь или нет? Да приеду, я же говорю, в любой город. Ребят, звоните моему менеджеру Сереге, договаривайтесь о концерте, и приеду в любой город с концертом. Ну че, еб ты, Сережа, здорово. Сережа, здорово, старик. Сева, большой привет из Казани. Спасибо. Судак не собираешься. Привет из Харькова. Любимая рэп-группа. Ребят, да я же... Я, если говорить вообще о музыке, да, какую музыку я предпочитаю? Сейчас я вообще не слушаю никакую музыку. Хотя я отслеживаю все, что выходит новое, вот, просто чтобы быть в контексте как бы того, что происходит в принципе со саундом, именно со звуком. Потому что ничего нового, кардинально в музыке вы уже не услышите. Все уже придумано. Сейчас оценится именно саунд, поиск какого-то своего индивидуального звука. Сейчас только этим можно удивить. Ну и какой-то подачей вокальной, там, текстовой. Вот в этом, собственно, как бы сейчас идет поиск. Я отслеживаю, как бы, рэп-группы у меня дохрена. Особенно весь олдскул, который был, я слушал с удовольствием. Всегда я рос, в принципе, на рэпе. Вот. Да и много чего из русских ребят, как бы, сейчас выходит нового и свежего, и от которого я даже периодически иногда выхватываю хорошие и интересные идеи по звуку. Вот, кстати, опять же, говоря о Смоке Мо, вообще просто, что вот предыдущий альбом, что вот сейчас новый, который выйдет, вот, это, собственно, как бы, для меня показатель звучания нового рэпа. Даже далеко не те ребята, которые сейчас там хайпятся, да, у кого много сейчас там просмотров и так далее. Ничего нового я там не слышу. А вот здесь есть, да. Когда тебя окутают полностью сомнения по поводу образа Сявы, и ты сделаешь другой образ, но я сделаю другой образ, если у меня будет какая-то идея, независимости от того, что там будет происходить с Сявы, если у меня родится какая-то история, которую я увижу, как бы, от и до, как она будет выглядеть, я ее сделаю. Я ее делал. И есть, на самом деле, достаточно много разных моих проектов, которые я не особо афиширую, просто у меня выходят на моем канале в YouTube, AD Group. Вы можете спокойно зайти и посмотреть, там очень много всяких разных работ. Разных моих проектов, не только Сявы. И тот же Сави там тоже есть. Сява, гоу в Луганск. Когда с Кахой движуха? Артем, когда у нас с тобой движуха, люди спрашивают. Что-то будет с Киевстонером совместное. Ребят, я не загадываю и ничего не планирую. Это все происходит в моменте. Возможно будет, я ничего не отрицаю. Но и не обещаю. С какого района? В Днепр есть планы. Все. В принципе, уже пошли все однообразные вопросы. Я, в принципе, уже рассказал, что хотел. Ребят, спасибо, что вы смотрите мои эфиры, смотрите мои видосы. Ставите лайки, комментируете. Я отслеживаю и смотрю все ваши комментарии. Ставлю вам лайки за то, что вы комментируете. Максимально активно себя проявляю в Инстаграме. Поэтому подписывайтесь, приглашайте своих ребят. Я буду максимально стараться радовать вас разным контентом. И что, от души, респект. Ребят, меньше негатива. Относитесь ко всему проще. Улыбайтесь. Радости, счастья, веселья вам. Всех целую. Танцы и обниматься.